всем привет меня зовут евгений бандренко потрясающая головоломка попала ко мне в руки для тех кто не помнит и напомню я ее нашел в мистере боксе в посылке я не знал что в ней находится мне находилась вот эта чудесная вещь потрясающая головоломка одна из самых красивых которые когда-либо держал своих руках а сегодня мне предстоит ее решить и сразу знаю что она будет непростая потому что вот так серьезно она выглядит уверен что вы уже все внимательно рассмотрели вам не терпится чтобы я уже начал ее решать но прежде поставьте лайк подпишитесь на канал если вы все еще этого не сделали потому что здесь очень много крутых видеороликов которые вам точно понравится и этот не исключение лайк поставили коммент написали ну а теперь начинаем по традиции запустим секундомер можете написать в комментариях как вы думаете за сколько времени я справлюсь и давайте изучать эту головоломку подробней выглядит она как поршень металлический и я четко вижу что здесь она разъединяется на две части то есть вот эта линия она явно люфтит немного я вижу что здесь будет отделяться одна деталь от другой я понимаю что это как будто бы крышка на большой детали зафиксированная двумя вот такими стержнями латунными красивыми так люфтит то есть это уже хорошо значит эти детали могут двигаться вот вопрос как они могут двигаться крутить их нужно вокруг своей оси либо их нужно поступательными движениями как-то перемещать пока что у меня догадок нет никаких но есть небольшая подсказка которую нам оставил автор и головоломки инженер брунс большой вам привет привет ему его youtube каналу спасибо большое за этот подарок автор этой головоломки оставил небольшую подсказку виде вот таких вот насечек и это очень похоже на обозначение четырех стихий огонь вода земля и воздух как в фильме 5 элемент возможно внутри этой капсулы и находится тот самый элемент кстати вы видели это только что вот это было выдвинуто а теперь нет а что случилось а я постучал по ней но если если это сработает и буду шоке так я понял я понял как это работает у нее есть фиксатор и как только я его смещаю небольшим движением вот именно он здесь и звучит внутри слышите и если я его смещу то тогда у нас наполовину выдвигается первая латунная вставка неплохо уже там потрясающий механизм значит как мы ее можем сместить вот так такого решения головоломки я еще никогда не видел так она не крутится что у нас изменилось может ли подвигаться вот эта деталь нет но когда я пытаюсь ее сдвинуть видите немного гуляет и первая деталька наш что если мне нужно для начала сдвинуть другую деталь таким же образом отлегается только это попробую может перевернуть да вот скорее всего так это и должно работать в таком положении не высовывается но если я переворачиваю какой-то фиксатор освобождает движение первой грани я вижу две очень маленькие насечки со своей стороны на выдвинутом элементе если вы присмотритесь вы тоже их видите и мне кажется что это дополнительные каналы по которым будут двигаться другие подвижные детали изнутри и мне вот интересно я же надеюсь что никаким образом стихии здесь не имеют отношения к этой головоломки нам не нужно будет ее греть огнем мочить водой и так далее но ветром обдуть я могу но какой только в этом смысл так в отверстие которое образовалось этой стороны еле заметная к сожалению в камеру вы это точно не увидите еле заметный стопор элемента как такой небольшой шарик на пружинке который задерживает элемент в определенном положении если прокрутить ее на столе не освободится ли какая деталь центробежной силой только эта деталька я понял попробуем еще потрусить я так понимаю что внутри довольно таки хитрый механизм секрет которого мне предстоит разгадать только что я прокрутил ее на 180 градусов здесь есть небольшая засечка и она только что показалось вот она маленькая блестящая и еле видно и она только что оказалась сверху хотя было до этого внизу получается что наша деталь вращается еще и вот в таком положении если честно я не понял как я этого добился конкретно но я точно понял что эту деталь освободила то что ее держала изнутри и теперь она крутится практически на 360 градусов значит ли это то что мне придется проходить лабиринт внутри провернем ее вот так и попробуем каком-то из положений высунуть так она высовывается только в том положении в котором мы это сделали изначально причем она начинает крутиться только вверх ногами вот и исходное положение так она не крутится если переворачивать деталь вверх ногами то она начинает и крутиться и двигаться и уже она двигается в другую сторону вот показывается наш тупик в которой мы изначально упирались хорошо значит теперь мы что-то изменили внутри и должна двигаться вторая деталь на пока она стоит на месте если прокрутить первую что-то изменится если перевернуть попробуем найти тот самый момент когда эта деталька начнет свое движение но мне кажется что эта деталь мы явно не извлечем так просто и скорее всего нам нужно будет до конца пройти полностью лабиринт на вот этой части кстати опыта в решении головоломок вы можете набраться на сайте ctc store.ru ведь это самый большой ресурс с головоломками в интернете переходи по ссылке в описании и найди головоломку для себя и постарайся ее решить прокачивая свои мозги а мы продолжим решать эту штуку по моим ощущениям вторая деталь которая пока не двигается не вращается вокруг своей оси не из-за того что ее держит нижняя деталь скорее всего есть еще какие-то механизмы которые на нее как-то влияют это очень похоже на лабиринт вслепую но если бы я был уверен что это просто лабиринт вслепую я бы начал искать из него выхода пока мне нужно понять как взаимосвязаны между собой две этих детальки у меня есть твердое ощущение того что вот эти вот две насечки которые мы обнаружили с самого начала нам нужно каким-то образом переместить то есть вот эту который находится сбоку поставить наверх либо на низ возможно теперь перевернуть снова и только потом начать пробовать взаимодействовать со второй мне нравится то что это головоломка не просто решается наугад в том плане что нашел правильный путь и все здесь нужно еще понять какой стороной нужно повернуть вот это сложно еще что я заметил так это то что на нашей первой детали которая пока что двигается есть вот такая вот насечка по всей ее окружности вот и это может быть как указатель той глубины до которой нам нужно ее погружать в деталь или или чего-то еще но она тут не просто так не для красоты мне кажется вот например сейчас четко по этому указателю мы погрузили деталь вовнутрь она не симметрично значит это может быть смысл когда же мне зашевелится вторая деталь я уже не могу понять вот этого положения у меня еще не было теперь деталь выдвинуто максимально и крутится полностью на 360 градусов при этом она не ходит в обе стороны если мы ее перевернем она стопорится в какой-то момент а если перевернем обратно то крутится делает полный оборот нашли еще один небольшой секретик нам этот шарик не позволяет выставить верхнюю детальку ровненько а если мы перевернем ее то деталь станет ровно и и теперь возможно получится то есть у нее только единственное положение может быть такое вверх ногами послушайте внимательно если я буквально немного прокручу шарик упадет сразу вот забыл он как вы поняли у нас выключилась электричество из того момента прошло уже несколько дней после прошлых съемок я заболел и только сейчас спустя полторы недели смог вернуться в студию и сейчас продолжим решать эту головоломку я за это время подумал и у меня есть кое-какие догадки как возможно в принципе и решите мне кажется что я двигался правильно мне казалось изначально что здесь два замка которые нам мешают две вот эти вот пипки выпирающие которые нам мешают но на самом деле мне кажется что их три первую мы убираем просто переворачивая головоломку даже по звуку понятно что что-то изменилось и какую-то из этих деталей мы можем теперь шевелить да вот теперь мы можем двигать какую-то из деталей и как вы видите в разные стороны что у нас имеется у нас здесь есть вот это вот полосочка и мне кажется что здесь нужно выдвинуть эту деталь вплоть до вот этой полосочки ровно таким образом и второй замок откроем правильно теперь у нас есть еще одна подсказка которую дал нам автор этой головоломки как вы помните это вот эта вот пипка и мне кажется она должна на что-то указывать либо налево четко либо четко направо это тут уже нужно экспериментировать все я понял нужно начинать сначала каждый раз так переворачиваем раз замок открыли дальше нужно два замок мы открыли теперь каким-то образом нужно открыть третий замок а вот смотрите как раз мы можем третье движение сделать только тогда когда вот эта пипка смотрит точно наверх и и мы можем двигать нашу деталь и вот моя мысль было задвигать ее ровно до этой полоски далее куда давайте попробуем четко влево четко другую сторону так и нет все равно заблокировалась так остается получается последний вариант еще раз сначала перевернули что дальше делаем подвинули потом мы дальше ставим эту пипку маленькую наверх двигаем до полосочки попробуем перевернуть вверх ногами и нет она зафиксировать заблокировалась что что-то мне не дает нужно пробовать дальше этот вариант потому что пока что это единственный тупик на котором мы зато и значит все до этого сделано было абсолютно правильно сюда потом пипку поворачиваем наверх двигаем до полосочки на 180 у нас она не блокировалась на 180 сюда что если в другую сторону толкнуть идет о застряла нет не застряла народ головоломка решена и вот как видите из двух деталей действительно состоит там внутри что то есть это обязательно посмотрим бумажка скорее всего какое-то письмо далее вот наши замки стоп нет я был прав их на самом деле два вот это тот замок который нам не давал работать с головоломкой в обычном положении потом нужно было перевернуть вверх ногами и она вот выпало видите вот она поэтому когда мы переворачиваем и вверх ногами она просто падает и не мешает следующий же замочек он вот такой вот на пружинке и постоянно пытается заблокировать наше движение и блокировал он движение вот по этому лабиринту первая моя ошибка была в том что я хотел пройти лабиринт но на самом-то деле хитрость здесь заключается в том что нам нужно было пройти не внутри лабиринта а снаружи него то есть вот в этот момент мы подняли блокиратор вот этот из паза наверх и теперь нам нужно было идти им так чтобы миновать все пазы чтобы он снова не попал в желобок и не застрял поэтому мы подняли его вот здесь именно для этого служит вот это вот подсказка вот это вот полосочка и провели четко вот так гениальная головоломка теперь мне интересно узнать что же находится внутри внутри действительно есть что это скорее всего письмо так интересно здесь не только бумажка здесь еще и монета что это за монета такая cyberdine systems мегаватт sky net 1 control прикольно как будто бы это реально какая-то драгоценность отличный сувенир спасибо инженеру брунцу за такой подарок это очень прикольно теперь это будет таким значимой медалькой за решение головоломки интересно здесь что написано или нет да и так читаю привет евгений бандеренко поздравляю ты только что решил головоломку и вот твоя награда готовься к 2034 году это может тебе помочь инженер брунс а что должно произойти в 2034 году это что еще одна головоломка который который я должен решить ладно ребятки напишите в комментариях как вы думаете что должно произойти в 2034 году к чему я должен готовиться и напишите обязательно как вам эта головоломка для меня это просто нечто я до этого такого подобного не встречал я очень кайфанул от решения этой головоломки надеюсь также как и вы от просмотра этого видео жду ваших лайков комментариев подписки на канал ну а с вами был я евгений бандеренко все ссылочки в описании пока и хорошего настроения